Работе с молодежью профсоюз работников атомной энергетики и промышленности уделяет большое внимание. Именно для своих молодых участников он устраивает различные конкурсы, которые дают возможность проявить себя самым ярким и талантливым работником предприятий атомной отрасли. Один из самых известных и давних конкурсов – лучший молодежный профсоюзный лидер. На самом деле для нас очень актуальна проблема смены кадров. Стареем, никуда не деться. Нужно искать замену, причем замену квалифицированную, подготовленную, выдержанную, способную работать в стрессовых ситуациях, умеющих и знающих документы, умеющих с ними работать, способных находить нестандартные решения. Потому что жизнь меняется, надо искать новые формы работы с молодежью. В этом году в конкурсе принимали участие 9 человек. Они приехали из Москвы, Электростали, Екатеринбурга, городов системы ЗАТО. Первый раз в конкурсе принимал участие представитель Кольской АЭС, инженер-технолог Елена Большакова. Визитку она представила вместе с своей командой. Они же помогали ей разработать проект дополнительного медицинского страхования по стоматологии. Впечатления от конкурса у Елены самые положительные, и она надеется, что еще не раз примет в нем участие. Очень здорово. Я очень рада, что наконец-то мы сюда попали и очень надеюсь, что мы еще не первый раз поучаствуем и приедем. Участники, очень, знаете, такая дружеская, классная атмосфера. На самом деле я очень удивлена, потому что все очень милые, добрые друг к другу. Какая-то одна большая семья. Никакого группы соперничества, соревнований нет. Все очень хорошо друг к другу настроены. Максим Нехаев состоит в профсоюзе уже 15 лет. Сегодня он член молодежной комиссии профсоюзного комитета РФЦВНЕВ. В этом году его выбрали представлять свое предприятие на отраслевом конкурсе «Лучший профсоюзный лидер». Участникам предстояло преодолеть пять испытаний. Одно из них – защита проекта. Максим подготовил программу «Сертификат профсоюзного лидера». Я говорил о том, что нашим профсоюзным работникам просто необходимо подтверждать уровень своих знаний. В первую очередь это нужно для того, чтобы люди, которые обращаются за помощью к выборному профсоюзному работнику, чтобы у них было больше уверенности в том, что их профсоюзный лидер не только лидер, но и профессионал. Что он компетентен и качественно может представлять их интересы на самом высоком уровне. Помимо защиты проекта, Максим и другие участники сдали экзамен по знанию Устава Атомного профсоюза и Трудового кодекса Российской Федерации. Провели круглый стол. Также участники представили визитную карточку и агитку. Последний этап был направлен на привлечение новых участников, поэтому конкурсантам предстояло рассказать о преимуществах, которые дает членство в профсоюзе. Это возможность регулирования законодательства России на уровне постоянно действующей российской трехсторонней комиссии. Это возможность отстаивать свои интересы путем заключения отраслевого соглашения и коллективного договора. Это страховки на сложные жизненные ситуации. Это развитие твоего личного и профессионального потенциала. Единогласно жюри присудило победу Максиму Нехаеву. Остальные участники получили заслуженные награды. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.